This conference will now be recorded. 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 преподавателю вопросы, в любой момент остановить, допустим, занятия и задать какие-то уточняющие вопросы и так далее. Очно-заочное обучение, свободное обучение, вечернее обучение по выходным дням, ну и, конечно, индивидуально, если вы не можете подстроиться ни под какой график. И, конечно же, мы выдаем престижные сертификаты, как российского международного образца. Соответственно, работодатели очень часто, когда обращаются к нам, чтобы трудоустроить наших выпускников, конечно же, заинтересованы в этих документах в том числе. Ну и немножко расскажу про службу трудоустройства, то, о чем расскажу сегодня вам я. Это как правильно выбрать профессию, не ошибиться, потому что часто, прежде чем пойти учиться, человек стоит на перепуте, то есть он не знает, чему же ему обучиться. Вроде бы настал период, когда нужно переквалифицироваться, либо повысить квалификацию, но есть вопрос, куда идти, куда двигаться дальше. О востребованности профессии, девопс-инженера, где же сейчас требуются такие люди, о зарплатах, что немаловажно, и о наших сервисах по трудоустройству для выпускников, если вы приходите к нам учиться. Ну, так как у нас сегодня с вами рабочий день, да, и может быть кто-то не сможет, но я очень надеюсь, что все с нами будут сегодня до конца, да, но если кто-то вдруг не сможет присутствовать дальше по какой-то причине, да, я сразу скажу, что всем участникам сегодняшнего нашего дня открытых дверей, если кто-то примет решение учиться, учиться по данной дипломной программе девопс-инженер, да, мы дарим промо-код, да, в котором вы можете получить скидку 21 тысячу на обучение в онлайн формате. Промо-код у нас дево2022, то есть как девопс-2022 я продублирую в чате, да, чтобы у вас это было, осталось. Ну и, соответственно, немного расскажу про то, как правильно выбирать профессию в современных реалиях. Обычно, когда случается какой-то профессиональный кризис, да, или стоит выбор такого профессионального пути, куда идти дальше, какую карьеру строить, у специалиста возникает вопрос, чего же я хочу, да, возможно, я хочу иметь какой-то другой график работы, возможно, я хочу работать удаленно, возможно, я хочу карьерных перспектив, или зарабатывать больше, да, или, к примеру, хочу продвигаться стремительно по карьерной лестнице. И далее встает вопрос, а что же я могу, чтобы осуществить какие-то свои желания, да, то есть одно дело я хочу, а что же я могу. И здесь человек обычно проводит ревизию своих профессиональных навыков. И прежде чем понять, что же вы умеете, можете и чему стоит подучиться, нужно понять еще очень одну важную вещь, что же нужно. Что же нужно сейчас на рынке труда, каких специалистов ищут сейчас работодатели, в каких сферах сейчас наибольшее количество вакансий имеется, и в итоге кто же нужен рынку труда. Но что мне кажется немаловажным, сейчас нужно смотреть на перспективу, то есть смотреть не только то, что нужно сейчас, но и что и будет нужно, да, каких специалистов еще долгие-долгие годы будут спрашивать достаточно активно работодатели, кого будут искать, кому готовы будут платить хорошие зарплаты. И, конечно же, здесь я думаю, что все вы знаете вопрос, это первый, ответ на этот вопрос, это в первую очередь IT-сфера. Это специалисты из IT-направлений, то есть это профессии как настоящего, так и будущего. Ну и вот в доказательство своим словам привожу вам статистику сайта HeadHunter, топ-5 отраслей, в которых сейчас имеется наибольшее количество вакансий. И эта тенденция сохраняется уже несколько последних лет. В первую очередь это, конечно же, сфера информационных технологий, системной интеграции, интернет. Там сейчас более 51 тысячи вакансий в Москве и Московской области. Далее это сфера торговли, розничной торговли, бизнеса и так далее. Более 50 тысяч вакансий, ну и так далее. Строительство, финансовый, банковский сектор, СМИ, маркетинг, реклама. То есть если говорить о том, о той сфере, где же больше всего вакансий, где чаще всего требуются люди, где они открываются, эти вакансии чаще всего, то, конечно же, это сфера информационных технологий. И если мы с вами говорим о DevOps-инженере, то сейчас у нас более трех тысяч актуальных вакансий. Из них большая часть вакансий, конечно же, принадлежит сфере информационных технологий. То есть там больше всего ищет DevOps-инженера, финансовым сектором. Опять же, торговля, реклама, услуги для бизнеса, товары, народного потребления. Ну и что немаловажно, собрала немного статистику зарплат на HeadHunter. С учетом опыта или без опыта, если вы ищете работу или будете искать в дальнейшем. И немножко разбила с учетом региональных коэффициентов, потому что часто наши слушатели – это люди, которые проживают в различных городах России. Ну и вот по Москве, по Московской области это от 180 без опыта работы. И до 390. Ну, на самом деле, там есть и выше зарплаты на HeadHunter. Я просто усреднила показатели. Санкт-Петербург в среднем 155 до 370, если вы уже опыт работы от двух лет имеете. И регионы 130-220 средние. 330 – это уже ведущие от двух лет. Регионы в основном такие достаточно крупные города. Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург и так далее. Ну и представляю вам, уважаемые участники нашего преподавателя, который сегодня со мной проводит как раз мероприятие нашим Михайлов Денис Алексеевич, опытный преподаватель курсов по Майкрософт Азор. И, соответственно, в области преподавания Денис Алексеевич уже больше пяти лет. И передаю вам тогда слово, Денис Алексеевич, с вашего разрешения. Итак, коллеги, сейчас я камеру включу, чтобы меня было видно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто меня видит и меня слышит. Немножко будем общаться через чат, так как нас все-таки здесь много и голосом будет не очень комфортно. Прекрасно, плюсики в чат я вижу, все замечательно. Так, мою презентацию поставьте плюс два в чат, что вы увидели презентацию. И мы с вами-то начнем. Плюс два в чат, отлично, все, вижу, плюсики два у нас пошли, все замечательно. Итак, у нас с вами начинается маленький мастер-класс по DevOps-инженеру. Поговорим, что это такое, поговорим, какие вообще методологии есть, откуда эта профессия взялась, и, собственно, поговорим, а что она из себя представляет. Конечно же, это непростая профессия, и мы не можем просто взять и сделать с DevOps-инженерами. Это мы как раз здесь и поговорим. Немножко о себе. Ну, меня уже немножко представили. Давайте еще дополнительно. Меня зовут Денис Михайлов. Соответственно, я буду вашим сегодня маленьким таким человечком, который расскажет, что как и вообще есть по DevOps, и что предоставляет на плане Microsoft. Я являюсь сертифицированным тренером Microsoft, поэтому немножко будем говорить потом про Azure DevOps, что Microsoft в этой стороне смотрит. Хотя сейчас есть определенные нюансики. Начиная с 24 февраля с Microsoft Россия не очень хорошо дружит. Но это, в принципе, не мешает пользоваться облачными продуктами. Поговорим вообще, что такое облака, какие у нас есть, как они могут применяться. Немножко про себя. Хотя опыт в IT-технологиях более 24 лет работал. Прошлое место работы – это Softline. То есть оттуда ушел руководителем направления Microsoft System Center. За плечами более 80 проектов, как в России, так и дальние зарубежья. Там Индия, Камбоджа, Латинская Америка и другие компании и страны. Много чего было. Есть собственные разработанные курсы по управлению IT-отделом. Поскольку занимался внедрением сервис-десков, управлением IT-отделом. Это как раз полноценные средства мониторинга, средства управления IT с заявками и прочее. Как раз здесь по DevOps тоже вполне немножко затронем. Выпустил уже более 400 групп по Microsoft. Сейчас уже начал перетихонечку переобуваться в связи вообще, в принципе, с трендом. То есть Linux и Microsoft тоже сейчас дружат. Есть даже Microsoft Linux такая технология. Есть SQL for Linux от Microsoft. То есть Linux пришлось изучить более подробно, чем ранее. Сейчас, конечно же, еще преподаю это IT-направление и DevOps. Ну и, соответственно, вот небольшие шилдики, что я умею. То есть как бы в этом плане мы и поговорим. Что на этом мастер-классе мы узнаем? Что такое DevOps? Сравним DevOps с другими технологиями, которые есть по управлению. И узнаем, какие инструменты предлагает в этом разрезе нам Microsoft. Ну и, собственно говоря, на демонстрации попробуем быстро начать пользоваться одним из инструментов. Это Azure DevOps. В принципе, продукт неплохой. Весьма заключает в себя все оснастки, которые нам нужны для работы. Мы их тоже посмотрим. Итак, начнем с базовых вещей. И вообще с вещей, откуда DevOps взялся, что это такое и какие вообще у нас методологии существуют. Итак, первая методология у нас это ITIL. Поставьте плюс 3, кто знает, что такое ITIL, кто слышал, кто с ним немножко знаком. Тут у нас две картинки ITIL. Наверняка со второй картинкой, которая у нас фиолетовая, мало кто знаком. Мы тоже проговорим, что это такое. В чат плюс 3 ставьте, кто знаком с ITIL. Вот вижу, Борис знаком, еще кто-нибудь. Если не знаком, ставьте там минуса просто. ITIL 4, да, это классная штука, но она специфическая, весьма специфическая. Итак, соответственно, ITIL – это набор рекомендаций по управлению IT-отделом. Появились они очень давно, очень-очень давно. Там была еще ITIL версия первая, вторая, третья. Сейчас актуальная версия четвертая. Здесь как раз показаны на картинке две картиночки на презентации. Первая картинка – это вот эта. Эта картинка у нас говорит, что это ITIL версия третья, это ITIL версия четвертая. Как вы видите, версии сильно скакнули от третьей до четвертой, и технологии немножко поменялись. Основная задача ITIL – это было выстроить процессы IT внутренние. Это взаимодействие внутренних сотрудников. Это касалось и разработки, и техподдержки, и системных администраторов, всех. Основные там было четыре концепции. Это сервис стратеги, сервис дизайн, сервис транзейшн и сервис оперейшн. И, как мы видим, стрелочками направления идет, что они друг за дружком. То есть цикл был определенной разработки. Эта технология была неплоха. Третья версия. Она до сих пор актуальная. Никто ее не отменял. Хоть и вышла версия четвертая. Потому что, к сожалению, перешагнуть сразу на версию четвертую, ну, скажем так, маловероятно. Ну, для организации, которые только выстраивают эти технологии, либо процессы какие-то в IT у себя. И обычно начинают с третьего. Чем отличается третья от четвертого? Такая основная концепция. Третий ITIL – его задача предоставления бизнесу некой услуги, некого сервиса, который помогает бизнесу зарабатывать. При этом, при всем, ITIL-третий просто предоставляет эту услугу. А как бизнес ее потребляет, IT-отдел вообще не интересует. То есть, как бы, каждый отдел живет сам по себе. То есть, IT-отдел предоставил, бизнес как-то съел, нравится, не нравится – это не важно. ITIL-четвертый, который вышел относительно недавно, ему года три как раз примерно, у него немножко другая концепция. У него концепция получения ценности услуги. То есть, видим, как раз у нас в центре, в пирамидке, есть value – ценность. Что это означает? Это означает, что теперь есть, замечу, очень важный момент, две организации. Одна предоставляет услугу, вторая потребляет услугу. Замечу, в ITIL-четвертом нет понятия IT-отдела. Там есть понятие, что есть две организации, которые между собой взаимодействуют. Все. И, соответственно, наша задача сделать так, чтобы эти две организации взаимодействовали и создавали некую ценность, которая принесет пользу. И в этом плане, когда ко мне приходят на ITIL-четвертый учиться, я себя спрашиваю, пришли кто? Говорят, IT-специалисты пришли. Я говорю, а где бизнес пришел? Прийти на этот курс без бизнеса – странное решение, но по концу и концу пока так есть. То есть, чтобы пришел и IT, и бизнес, и поговорили об одном – очень сложно. Концепция, в принципе, ITIL-а довольно универсальная. То есть, я обучал и обычных бизнес-пользователей этим технологиям. То есть, я переделывал эти курсы под обычных людей, то есть, с IT никак не связанными. И все были довольны. То есть, те, кто приходили руководители слушать, сотрудники там, каких-нибудь служб HR, служб ОХО, служб еще каких-нибудь. Игорь, и как интересно, оказывается, у IT есть такие процессы, которые бы дошли бы и нам. То есть, там довольно мощные разные процессы есть. Тут как раз управление инцидентами, управление выпуском, управление релизом, управление запросом на обслуживание, управление изменениями, задачи. Все здесь входит. То есть, здесь есть все концепции, которые позволяют правильно выстроить взаимоотношения. Но, опять же, это все-таки регламент, которым мы живем. ITIL, в принципе, мало кому знаком, как ни удивительно. То есть, примерно, как мы видим, даже у нас здесь много минусов, в отличие от одного плюса. То есть, мало кто как-то не сложилось. Хотя этот процесс появился в 87-м году. То есть, достаточно давно уже он вышел. Но, почему-то, IT-руководители не всегда хотят внедрять эти процессы. Ну, потому что это все-таки регламент. А это нужно сесть и немножко подумать. Окей. Эти ITIL, они хороши, ну, как бы предполагается, хороши для классики. Классических IT-отделов, где нет отдела разработки. С отделом разработки ITIL дружит плохо. Ну, как бы скажем, там есть один процесс, называется управление релизом, который был заточен на управление разработкой. Но он был, как бы, развит в целом, но не сильно подходил под современные идеологии. И следующее, что якобы придумано было, это технология Agile. Также называется мягкие практики, гибкий подход. То есть, это методология, которая предполагается, была разработана для программного обеспечения. То есть, разработки программного обеспечения. Но, на самом деле, Agile появился достаточно давно. Многие его применяют, но никто не понимал, например, что это именно Agile. Просто его взяли, описали. Agile, в принципе, технология неплохая. И применялась как для коррупных компаний, так и для маленьких компаний. И задача была, что упростить взаимоотношения между потребителем программного обеспечения и разработчиком, который делает это программное обеспечение. Там включались определенные нюансы. То есть, у нас первый нюанс – это один человек, специалист на все. То есть, как бы, здесь есть команда, где каждый специалист занимается всем. И, соответственно, основная идеология Agile звучит так. Я готов принимать любые изменения в любой момент времени, и они являются хорошими. То есть, бизнес пришел, сказал, я хочу такую-то фишечку. Вы такие, да, отлично, мы начинаем эту фишечку делать. Сделали за минимальный срок и отдали. Отсюда возникает у Agile определенная проблемка. Это называется технология «технический долг». То есть, мы формируем очень быстро код, но его не тестируем. Ну, как полагается, не тестируем. То есть, накапливаются те или иные ошибки, проблемы, которые, как снежный ком, все больше и больше и больше. Программа работает, разработка, отдел разработки быстро выдает код в продакшн. И мы про продакшн тоже позже поговорим, что это такое. Все отлично, все замечательно. Но, говорю, накопление есть. Потому что мы какие-то тесты не делали, какие-то проверки. То есть, человек чуть-чуть что-то не то ввел, программа ушла в ошибку. То есть, четкий, слаженный процесс использования этого программного обеспечения. Дальше из Agile вырос один из вариантов – это Scrum. Scrum – это немножко такой структурированный Agile, где уже наконец-то появляются определенные правила. То есть, в Agile правил нету, каждый делает, что хочет, каждый является специалистом, к каждому можно подойти, и он начинает писать код и менять программный продукт. В Scrum же уже есть разные люди, занимающиеся разными задачами. Как раз один из них – это DevOps-инженеры. То есть, очень многие работают по Scrum, по Kanban. В общем, разные методологии есть, но основе, конечно, Scrum сейчас. Это где у нас есть план, есть спринт. В этот спринт у нас заложены какие-то определенные нюансы. И здесь появляется очень важный момент. Здесь появляется Product Owner. То есть, здесь появляется владелец продукта, который отвечает за развитие этого продукта, и его роль, скажем так, похожа чем-то на Project Manager, но не Project Manager. То есть, Project Manager в этом плане просто управляет ведением проекта, то Product Owner, он управляет взаимоотношениями между бизнесом и админами, ну или айтишниками, проще будет сказать. То есть, такая прослойка, которая должна уметь говорить и на языке бизнеса, и говорить на языке разработчиков в нашем конкретном случае. И, соответственно, он выдает правильные задачи. То есть, такой универсальный человек, довольно серьезное сейчас обучение на него есть, а тоже люди, сильно востребованные владельцы продуктов. Как там, только что нас рассказывали, у них тоже там зарплаты по 400 тысяч, как бы, нормально. Ситуация, хороший Product Owner стоит довольно дорого. Ну, DevOps Engineer, там тоже вопрос такой философский. Мы сейчас, когда дойдем еще там три слайда вниз, мы поймем, что как бы DevOps Engineer – это слишком обширное понятие, и как такового его по факту нет. Мы сейчас все это тоже проговорим, что это такое. И, соответственно, в Scrum появляется хоть какая-то структура, и появляется множество специалистов. Один специалист занимается интерфейсом, интерфейсолог. Второй специалист занимается тестированием. Третий специалист занимается мониторингом. Четвертый специалист занимается разработкой. Пятый специалист – своей разработкой. Разработка микросервисов и так далее, и так далее. Product Manager – это как раз владелец продукта. Ну, в этом разрезе они могут взаимодействовать вместе. То есть это один и тот же человек может быть в разной ситуации, а так, в принципе, может быть и отдельным. Борис, чуть попозже отвечу на ваши вопросы. Так что здесь Scrum, в принципе, сделал хоть какую-то структуру, которой можно было уже проще пользоваться. Есть еще одна технология – CMMI. То есть мы ее здесь на картинках не смотрим. Там она уже похожа на практически стандартную металлогию разработки. Там еще больше ролей, там более сложные манипуляции для работы, там больше возможностей с точки зрения управления. Ну, с точки зрения управления – это и хорошо, и плохо. То есть если мы разбираем методологии ITIL, Agile, Scrum, Kanban, CMMI – все эти методологии – это всего лишь свод неких процессов. Как вы эти процессы будете у себя применять, это неизвестно. Ну, потому что внедрить полностью под себя и сделать, как написано, не получится. Вот, говорю, сколько я раз внедрял сервис-деск, каждый раз процессы ITIL, процессы MOFA, процессы Kanban всегда переписывались. Ни разу не было, чтобы мы взяли, просто открыли книжку и пошли по процессам. Раз, два, три, четыре мы их внедрили. Так не работает. Ни одна организация не может начать пользоваться сразу же всем инструментом. Это как внедрение CRM в отделе продаж. Это процесс длительный. И когда меня спрашивали, а как долго вы будете нам еще внедрять, или мы будем сами дальше внедрять процессы управления IT-отделом, процессами управления разработкой, это процесс бесконечный. Нельзя на нем просто остановиться. Потому что у вас одни люди ушли, другие люди пришли. Есть попытка внедрения любого из этих процессов в отделе, который уже существует, и уже как-то сложила его работа внутри, сложилась, люди научились как-то между собой взаимодействовать. И вы приходите с новым постулатом, с новой Библией, скорее всего, маловероятно, что будет сразу же успех. Сначала это все будет воспринято в штыки. Поэтому agile как раз многим и нравится, что человек пришел, говорит, ну да, мы работаем так вот и работаем, как сейчас есть, мясо-то все устраивает, возможно, что-то подкорректировали и поехали дальше. Но все-таки структура нужна, нам нужно выдавать программный продукт как-то во временных рамках контролируемо. То есть мы все-таки не можем сделать продукт просто потому, что мы так захотели это сделать. Любой человек, кто начинает заниматься разработкой и начинает разрабатывать код в разрезе, там, фронт-энд приложений, бэк-энд, микросервисов и тому подобное, разные методологии есть, он начинает уже понимать, что здесь нужно чуть по-другому смотреть. С каждым проектом он все больше и больше учится. И там как раз то, что было показано на картинке 2, 3, 4 года. Порой это нам нужно гораздо больше времени, чтобы что-то изучить. И вот совсем недавно у нас появился новый термин DevOps, Developer Operations. Откуда эта профессия взялась? Откуда вообще этот термин взялся? Я в свое время работал в компании СКБ Контур, если кто знает, такая компания занимается много чем. Ну, основной у них продукт там есть. Это налоговая отчетность через интернет и прочее. И там я работал в отделе как раз отдела IT, техподдержка, системное администрирование. Это не важно там. Суть в том, что в один прекрасный момент между разработчиками и между специалистами был конфликт. Связанный с тем, что разработчикам нужно как можно быстрее деплоить свой код, как можно быстрее управлять инфраструктурой. И старые методы управления IT, которые были, под них не подходили. Потому что то ресурсов у IT-специалистов нет, потому что у них свой собственный личный бюджет есть, то времени нет, потому что есть 5000 сотрудников, которых нужно обслуживать. И у нас нет просто физически времени прийти и им помочь. Мы не можем выделить отдельного специалиста, который будет заниматься только ими. IT и его технологии не подразумевали такие вещи. И, соответственно, как поступили специалисты из этих отделов? Они просто взяли своих себе системных администраторов, купили свои компьютеры, сделали свою серверную из рабочих станций, и этот специалист, которого они наняли в свой отдел, под свой бюджет, и по факту начал являться DevOps. То есть, если так взять DevOps, это специалист, который занимается помощью разработчиков, ну, Developer Operation. То есть, Developer разработка, Operation операции. И говорить, что у нас есть там DevOps инженер, и он занимается раз, два, три, такого тоже нет. Это всего лишь некий человек, который в рамках конкретной компании, конкретного отдела, конкретной разработки помогает разработчикам быстрее показывать свой код и быстрее его разрабатывать, быстрее его деплоить. Какие технологии в этом плане будут применяться? Да их множество, огромнейшее количество. Это как раз у нас следующий слайд, мы немножко давайте убежим вперед. То есть, как бы быть универсалом у вас не получится. Технологий очень много, касающихся DevOps. Их очень много. Всякие Jenkins, офисы, графы, гиты, и прочее, прочее, прочее. Сейчас, конечно, там связаны с докеры, кубернетисы, сейчас это еще Azure контейнеры, потому что Microsoft тоже не стоит на месте и старается сделать так, чтобы у него своя была контейнерная технология, позволяющая деплоить продукты. Она сначала была не сильно востребована, сейчас уже больше востребована. Есть разные инструменты, сервис нау, зендески, мониторинговые системы, всевозможные. Поэтому здесь, как бы там, зарплата, да, то, что показывали, у меня будет слайд по зарплатам маленький, но вы должны понимать, что все охватить у вас не выйдет. Вы будете заниматься конкретными вещами. И, как правило, инженер DevOps, это бывший системный администратор, который готов меняться. В свое время я участвовал в определенных конференциях, и там был такой спор между несколькими руководителями, и мной в том числе, по поводу вообще IT-специалистов. Есть несколько терминов в этом плане, что системный администратор – это ленивое существо, которое, собственно говоря, что делает? Старается лениться и не работать. То есть его задача как можно больше всего автоматизировать, больше узнать. Ну, это, конечно, такой общепризнанный термин. То есть, чем ленивее системный администратор, тем лучше. Тем он больше будет изучать технологии, чтобы сделать свою работу проще и из себя снять однотипные задачи. Ну, собственно говоря, здесь DevOps Engineer примерно то же самое. То есть его задача – пользоваться разнообразными инструментами, которые будут помогать разработчикам быстрее показывать свой код. Технологий там много. Это и архитектуры, и сети, и программы деплоя. В нашем случае, например, GitHub, либо Git, который позволяет код быстрее ревьювить, просматривать, запускать такие тесты всевозможные с нашей инфраструктурой. То есть задач у него на самом деле много. То есть, например, он планирование архитектуры. То есть он понимает, например, как этот программный код или идея должна быть реализована на Земле. То есть в разрезе там сколько должно быть серверов, как мы их распилим, какие инфраструктуры. Сейчас, например, новый термин – микросервисы. Поставьте плюс в чат, кто знает, что такое микросервисная архитектура. Ну вот, отлично. Плюсики пошли. Замечательно. То есть подход меняется. И уже к таким технологиям в разрезе, что там все мы привыкли, что у нас большой программный комплекс, где у нас всего лишь на всего максимум два сервера основных, а все остальные дополнительные для отказоустойчивости, уже все меняется мир. Но, опять же, в этом плане микросервисы, например, в Microsoft Office в почтовых серверах мы такого не видим, потому что уже есть программный код, который устоялся, который продается, и его перепиливать под микросервисы пока не готовы люди. Поэтому это разработка внутри своих компаний или разработка новых программных комплексов. Нам нужно это все изучать, понимать, смотреть. Дальше. Мониторить. То есть тоже стандартная задача системного администратора. DevOps-инженер тоже этим всем занимается. Автоматизация. То есть сделать так, чтобы, например, система смогла легко собрать инфраструктуру, задеплоить туда код, прогнать все тесты, вернуть результат, убить систему и, собственно говоря, уже присоединить к какой-то системе управления, чтобы мы это все посмотрели, поняли, что где ошибочка и продолжили ремонт либо допиливание нашего кода, ну, либо отправили просто в продакшн. То есть тест показал, что все отлично. Там, например, в тестовую группу отправили, там специалисты начали что-то делать, тестировать, смотреть и обратную связь отдавать. Все тестами прогнать сейчас, конечно, стало проще, потому что сейчас РПА-шка развивается довольно серьезно. РПА-процесс это роботик процесс автоматизейшн. И за счет них можно очень много разнообразных тестов написать. Это как раз сейчас тоже у Microsoft курс, это PL500 вышел, вот буквально в июне он вышел, месяц назад, и там как раз разбирается технология Power Automate. Специалисты тоже этот курс уже есть, так что если кому интересно, записывайтесь. Там можно автоматизировать любую свою деятельность, какая бы ваша ни была. Ну и, соответственно, решать всевозможные задачки, которые приходят от разработчиков, тестировщиков, от системных администраторов, от менеджеров. То есть быть довольно гибким и подходить ко всем этим процессам довольно как бы широко. Ну мы этот слайд уже смотрели, то есть технологии, то что здесь показано, это конечно только малая часть, их намного больше этих технологий, они постоянно плодятся, одни уходят, другие приходят, Python тот же, то есть Python, у него тоже там уже разные модули есть, разные технологии, машин лернинг, нейронные сети, в общем, чего сейчас только нет. Основные сейчас две концепции для DevOps-инженера. Ну сейчас будет развиваться мое предположение, это Private Cloud все-таки, от которого все ушли, то есть если немножко вернемся назад, что у нас было в этом разрезе, почему сейчас эта технология немножко изменяет свой вид, соответственно, что у нас было. Вообще, как бы мы развиваемся по спиральке, секундочку, сейчас я немножко передаю на мушку, то есть вообще технологии все развивались по спиральке. И, соответственно, здесь когда-то у нас были мейнфреймы, и, соответственно, дальше там пошли наши сервера, что-то еще, виртуализация, потом пошли технологии частного облака, вот как раз мы Private Cloud поговорим, и мы вернулись теперь к нашим же мейнфреймам, только немножко в другом разрезе, это называлось у нас уже публичные облака, Public Cloud, и, соответственно, в чем их проблема, ну, сейчас, по крайней мере, которую мы имеем. Проблема публичных облаков в том, что сейчас, 24 февраля, ну, так уж сложилось исторически, мы ничего в этом плане исправить не можем, к облакам доверия нет, учитывая, что все облака, например, европейские и американские, для нас, к сожалению, закрыты в точке зрения покупки, только если там не открыли где-нибудь в Азербайджане, в Казахстане свое представительство и там покупаете продукт, ради бога, сейчас это тоже вопрос такой решаемый, но для России эти вещи закрыты, и сейчас снова возникает вопрос доверия как раз частным облакам, это один из вариантов, это облако у нас Azure Cloud, ну, в России облака тоже есть, это Ростелеком, Яндекс и другие облака, которые можете использовать как инженер DevOps, мы сейчас тоже придем, что это такое, с чем это идет. И почему концепция Private Cloud снова возвращается, это значит на нашей территории размещено какое-то серверное, какая-то серверная инфраструктура. Здесь нужно понимать, что виртуализация либо сервера это не частное облако, ни в коем виде. Частное облако отвечает определенным критериям. Один из критериев это мониторинг, то есть он должен быть хорошо мониторится, мониторинг должен быть доступен всем, кто участвует в этом частном облаке, то есть, например, вы как специалист, что сделали, зашли на какой-то сайт, посмотрели ваши какие-то элементы, виртуальные машины, докеры, контейнеры, кубернетис, поды, и посмотрели, как они работают. А второе, как мы уже поняли, это некий портал, то есть, самообслуживание, где мы, обладая какими-то знаниями, можем легко собрать все сервисы. И вот здесь как раз и возникает DevOps, инженер, DevOps-администратор, который не знает, может, как построена инфраструктура снизу, то есть, например, у нас есть IT-отдел, который построил инфраструктуру на земле, какие-то сервера купил, как-то их объединил в кластер, а дальше выдал нам пул ресурсов в виде процессоров, памяти, жестких дисков, возможно, каких-то решений программных комплексов, ну, например, в этом плане возьмем базу данных, вот у вас здесь SQL, здесь Postgre, здесь MySQL, здесь что-то еще лежит, вот вы можете туда опубликовать свои базы данных, все будет классно у вас работать. Предоставление там сетей, сетей облачных, сетей открытых, сетей внутренних для своих задач, там, безопасность какую-то, и вы просто собираете из шаблонов вашу инфраструктуру, это как раз уже Private Cloud, поэтому очень часто возникает вопрос, что люди путают виртуализацию и частное облако, частное облако чуть выше, оно больше возможностей предоставляет конечному пользователю, в этом плане как раз Azure Cloud, Яндекс Cloud, это пример как раз хорошего клауда, где мы заходим и на портале можем выбирать, что мы хотим собрать, при этом мы не знаем, а что внизу есть, то есть мы не понимаем, где наш сервер будет крутиться, сколько у него отказоустойчивости и внутри реализовано, это вся задача других специалистов, это как раз, когда начали развиваться частные облака, мы что получили? Ой, не частные, публичные облака, мы получили то, что начал пропадать слой системных администраторов, потому что они больше собирать свою инфраструктуру было не нужно, то есть я знаю много американских компаний, с которыми я сотрудничал в свое время, сейчас немножко похуже в этом плане все стало, они говорят, у нас вообще в организации есть только сетевое оборудование, которое нам предоставляет интернет, все остальное живет полностью в облаках, ну, это облако, например, Amazon, Google и Azure, ну, потому что никто не сидит только в одном облаке, в каждом облаке хороши свои технологии, и, соответственно, миграция, например, если мы говорим Azure, у них хорошо построена выдача по АС решений, если говорим, например, Machine Learning, это хорошо IBM облако, либо Amazon облако, они были в этом плане первопроходцами, и у них гораздо больше функционала может быть заложено, и так далее, поэтому каждый выбирает из публичных облаков то, что нужно, но сейчас все мигрируют снова в Private Cloud, потому что никто не знает, что будет завтра вообще с интернетом, и как-то свои ресурсы размещать в облаке, ну, как бы уже странно, поэтому хочется, чтобы оно было полностью у себя, и ты не зависел от внешних факторов, и твоя организация прекрасно работала. Соответственно, здесь Azure Cloud, который мы как раз на курсе, к которому мы подведем итоги по окончании этого мастер-класса придем, это прекрасный продукт, который Microsoft развивает, не остановилось развитие его, он дальше продолжает развиваться, где есть огромнейшее количество дата-центров, в том числе, как ни странно, в Китае есть три дата-центра, один дата-центр вообще для гостников, то есть в нем мы создать ресурсы вообще не можем, ни под каким соусом, а все остальное там, в принципе, может быть частично доступно. Там огромнейший объем инфраструктуры, там и IaaS, и PaaS, и SaaS, все есть, в ААС тоже есть, если быть правильно, WaaS, это Windows AS Service, либо Desktop AS Service, тоже называется, там даст, то есть там все есть, мы можем и VDI поднимать, и какие-то платформы собирать, и куча всяких всевозможных систем баз данных, и все это через портал, то есть где мы можем легко собирать нашу инфраструктуру, при этом при всем собирать нужный нам уровень отказа устойчивости, что возможно, например, на нашем частном облаке будет практически для нас, например, недостижимо, но не в разрезе технологий, в разрезе бюджета, то есть, например, у нас частные облака предоставляют SLA, SLA это процент доступности ресурса от какого-то периода, например, там у Эжа это 4 девятки, 5 девяток, по некоторым вещам там есть 9 девяток, у Амазона есть 12 девяток доступка сторидж аккаунта, реализовать даже 4 девятки у себя в частном облаке, это очень дорого, то есть, мы должны будем что сделать, мы должны будем в этом плане по факту, что задублировать, то есть, у нас есть раз сервер, значит, два сервер, дальше у нас есть раз коммунатор, два коммунатора, одна SHD, вторая SHD, это все должно как-то между собой коммуницировать, как-то общаться, потом мы должны это все скопировать на другую территорию, построить еще сеть, здесь мы еще не рисуем электричество, должны подвести интернет, должны подвести, это все тоже задублировать, должен быть какой-то сторонний наблюдатель и так далее, это будет очень-очень дорого для нас. Некоторые компании конечно стараются развиваться, вот Сбер, пожалуйста, Сберклауд, Яндекс, у них это конечно на резервации лучшие денег и они свои облака частные развивали очень серьезно, теперь они как раз будут предоставлять, то есть в России это Яндекс Клауд, Сберклауд, Растелеком, вот в принципе неплохие облака, да, там есть свои нарекания, безусловно, не все так радужно как хочется в них, то есть если их сравнивать с тем самым Гуглом либо Амазоном, ну да, это другие облака, возможно чуть более худшего качества, но на безрыбье и рак рыба, других вариантов нам все равно пока они не предоставляют с точки зрения работы. Ну и соответственно Azure Cloud, многие российские компании в нем сидят до сих пор, потому что Microsoft сейчас только запретил что нам создавать новые тенанты, а старые тенанты да пожалуйста используйте и продлевайте, Microsoft это не запретил, те кто покупали Azure по факту сейчас просто докупают ресурсов вот эти тенанты для того чтобы пользоваться. Все это конечно красиво, все классно, мы сейчас тоже портал Azure глянем быстренько и соответственно Microsoft, поскольку мы говорим про публичное облако Azure Cloud, в котором у нас есть PAS решение, у нас есть EAS решение, как-то нужно дальше было управлять разработкой. И здесь нам как раз Microsoft предложил технологию Azure DevOps, то есть это продукт облачный, раньше он был наземным, еще он до сих пор в принципе есть наземный, это Azure DevOps сервер, то есть вы можете на ваше частное облако развернуть этот сервер. Раньше этот продукт назывался TFS, Team Foundation Service, и соответственно также был Team Foundation Server, который ставился на земле. Там в принципе уже была заложена технология, он был очень плотно интегрирован с систем-центром Virtual Machine Manager, и там в нем уже был автоматический деплой вашей инфраструктуры при помощи сервайс-темплейтов, которые были в MME, сервайс виртуальных машин, темплейт виртуальных машин, и там можно было много чего сделать. Но, как ни странно, сколько я раз там ввел курс по TFS, никто не доходил до реализации в TFS и быстрого публикации своих решений. Как правило, все останавливались на управлении репозиторием, управлении разработкой, управлении деплоем как-то вот не доходили руки, потому что требовались более высокие квалификации системных администраторов, и зачастую они в этом плане не соответствовали. Ну и вот Azure DevOps здесь пошел немножко другому способу. Они сказали, что теперь мы в один продукт заложим все и сразу. То есть у нас там есть и управление разработкой, то есть у нас здесь есть возможность создания проектов на уровне Agile, проекты CMMI и проекты Scrum. То есть все три варианта проектов мы можем здесь создавать и дальше им управлять. Есть управление репозиторием, есть Azure репозиторий, есть GitHub, либо Git, также можем делать клон, который на нашей земле будет стоять. Управление деплоем, это как раз у нас получается пайплайны есть, плюс у нас есть сейчас это GitHub экшены, которые существуют. Управление тестами и управление пакетами, это Azure артефакт, тоже здесь присутствует, то есть они все в одно место сложили. И соответственно предоставили нам небольшую посмотрим сейчас демонстрацию, как вообще начать использовать технологии. Но для начала мы можем просто воспользоваться тем самым Google. Ну и здесь вводим Azure DevOps. И соответственно как правило сразу же первая страничка нас и переведет на DevOps Azure сервис, где мы можем уже посмотреть какие-то действия по нему. Здесь у нас сразу предоставляется StartFree, StartFree с GitHub либо залогиниться на Azure DevOps. Мы посмотрим первое действие это его стоимость, которая представлена и будем приятно удивлены, что у нас есть базовый план. Соответственно и в этом базовом плане входят четыре продукта. Это Azure пайплайны, Azure борт, Azure репозиторий, Azure артефакт. То есть видим как раз у нас есть достаточно хороший функционал и самое важное, что первые пять пользователей абсолютно бесплатны. То есть попробовать погонять Azure DevOps понять, подходит он вам, не подходит, может вообще любая компания. То есть если у вас, например, компания разработки или отделов разработки два, три, четыре, либо продуктов два, три, четыре, вы можете в принципе под каждого Azure DevOps зарегистрировать и им пользоваться. Если у вас пять человек в разработке присутствует. Ну и каждый следующий человек в разработке это шесть долларов в месяц оплаты. Но сюда не входит тестовый блок. То есть тестов здесь нет. Тест это отдельно и здесь бесплатных, к сожалению, пользователей нет. То есть пятьдесят два доллара в месяц за человека. Ну вот тридцать дней можно триалку погонять, если вы хотите. Вот Azure DevOps сервер. Соответственно, Azure DevOps сервер, как правило, у многих был, особенно тех, у кого был Enterprise Agreement, и можно зайти на сайт Microsoft и там его сайт лицензии Microsoft и там его скачать было. Ну, кто хотел. В принципе, те, кто сейчас имеет до сих пор еще Enterprise Agreement, могут зайти и там его, в принципе, найти. Microsoft достаточно много его пихал куда. Так же, как и System Center в свое время, все, кто имели Enterprise Agreement с Software Ашурансом, у всех System Center был бесплатно доставлен в Enterprise Agreement и ими пользовались. Здесь для начала просто нажать на пучку Start Free заполнить определенные параметры, они там несложные и после этого мы уже Azure DevOps могли полноценно использовать для своих задач. У нас уже никаких проблем не было бы в его эксплуатации. Соответственно, начнем. У меня уже есть моя учетная запись в Azure DevOps и посмотрим, что из себя эта система предоставляет. Так, вот. ну и вот собственно говоря у нас есть портал, где мы можем создать организацию. Организации можно несколько создавать. У каждой организации есть свои определенные настройки. То есть здесь подробно все. Это и адрес, и урлы, и описание, временная зона, проекты, пользователи, оплата. Ну, в Azure DevOps есть и бесплатные вещи, никуда этого не деться. То есть, например, если мы говорим про агентов пайплайнов, там есть бесплатные, которые ставим мы непосредственно на наши сервера. Нам никто не говорит, что мы можем через Azure DevOps только облаком Microsoft пользоваться. Можем пользоваться своим приватным клаудом. Это не запрещено. Все, что нам всего нужно будет поставить агентов для деплоя на наши сервера в инфраструктуре. Интеграция с Azure Active Directory, расширение всевозможное, использование, управления досками, пайплайнами, репозиториями, артефактами. Есть много параметров. Изначально можно их не трогать особо для начала, а просто создать организацию пустую. Дальше мы можем создавать разнообразные проекты. И здесь мы как раз видим, проект может быть публичный, проект может быть приватный. И дополнительно у нас есть, какой репозиторий будет, это Team Foundation Version Control, либо гитовский. Но обычно все берут гитовский. И дальше мы берем либо Agile, либо CMMI методологию, либо Scrum. То есть любая методология здесь уже доступна. Базовая берется Agile методология. Выберем тот же самый Agile. Название проекта, описание. Ну, естественно, по-хорошему тот, кто создает этот проект, должен дать ему нормальное описание. Но это как бы опять же регламенты, смотрите на свое усмотрение. Но Best Practice заполните название четкое понятное, описание четкое понятное, чтобы у вас не возникло никаких конфликтов в дальнейшем. Конечно, потом можно переименовать, если хотите. Создание. Немножко подождем. И здесь мы как раз видим уже наш проект, в котором есть определенный набор меню слева и основная область справа. Здесь у нас есть дашборды, мы их можем формировать, здесь указывать те элементы, которые нам хочется. Здесь уже кастом дашборды, это табличка у нас в summary, основной блок, здесь дашборды, ну и здесь тоже можем кучу дашбордов насоздавать и наредактировать. Здесь есть все возможные виджеты, система предоставляется в виде матрицы, вот квадратики, можем перетаскивать, назначенные мне обращения, перетащили. Здесь будут показаны все рабочие элементы, назначенные конкретному специалисту, в данном случае, раз я зашел, значит, тут будут все рабочие элементы, которые назначены мне. И здесь куча разнообразных дополнительных элементов, если что-то не хватает, можем воспользоваться галереей и в ней посмотреть дополнительные элементы визуализации. Список достаточно обширный, под разные задачки, под кодинг, под фреймворки, программирование, Windows формы, Team Development и так далее. То есть их тут немало. После чего мы спокойненько говорим Done Edit и соответственно здесь уже будет картина. Этих дашбордов у нас может быть много, не один дашборд, каждый дашборд может под свои задачки. Основная задача дашборда любого, который вы сделаете, это чтобы вы на него посмотрели и поняли что сейчас есть под вас например. То есть страничка моя работа на сегодня например. Зашли увидели какие задачи у вас на сегодня либо там на ближайший спринт ваших задач которые есть. Дашборд общий итоговый на какой этапе сейчас проект. Какие задачи например просроченные и так далее. Выбирайте сами что вы хотите. Дальше здесь представлена страничка вики которую вы наполняете информацией элементы. Это может быть как раз гитхаб вариант и мы будем писать здесь файлы мдшники. Дальше здесь начинается уже работа с досками. Здесь есть доски. Это обычная канбан доска. Здесь у нас три типа new active resolve и closet то есть три стадии нашего какого-то элемента. естественно стадии можем добавлять расширять менять как хотим. Это наше дело. Здесь же есть управление бэклогом управление спринтами управление очередями и есть наши рабочие элементы. Типы рабочих элементов немножко отличаются от подхода то есть agile scrum и cmi естественно здесь будут разные методологии. На сайте Microsoft либо на курсе на который я про каждый вариант рассказываю как что с чем жить в каждой методологии и когда что можно применять. Видим здесь user story фичи isa epiki баги taski собираем формируем то есть например нужна фича выбрали создать новый элемент фича здесь у нас есть уже набор готовых полей которые Microsoft рекомендует видим здесь link is developer related work то есть с чем связаны описание название кому назначено стадия ария область дальше там приоритеты риски бизнес value ценности время старт date целевое время классификаторы дискуссия все здесь заложено то есть можем спокойненько эти все элементы создавать и дальше esses будет доступна на доске здесь же есть репозиторий то есть можем сформировать репозитории внутренне можем склонировать к себе гид репозиторий все ссылочки здесь есть можем импортировать репозиторий здесь мы видим все коммиты которые есть по нашему бренчи теги pull реквесты то есть та же вся картина здесь также будет присутствовать. Microsoft заложил весь инструмент, то есть в один инструмент, все, что необходимо для управления жизненным циклом процессов DevOps. То есть это и разработчикам здесь же инструмент, и инженерам DevOps, и администраторам DevOps. Все здесь. Дальше. Наши здесь пайплайны. Здесь есть всякие релизы, окружения, пайплайны, библиотеки, тесты. Хотя у меня и фришный, про тест тут чуть-чуть все равно есть. Про них рассказывается, но включить это нужно, собственно говоря, перейти на следующую стадию. Здесь тема показывает инсталляцию тестовой инфраструктуры на площадку. Ну и, соответственно, артефакты наши управления пакетами, здесь также все присутствует. Внизу у нас остается кнопочка управления проектами. Здесь описание проекта, уведомления, гитхаб коннекшены, проект конфигурации, управление командой, управление агент пулами, управление параллельными джобами. То есть все здесь присутствует. И здесь как раз у нас может быть дефолтный, может быть Azure Pipeline Pool, можем добавить свой пул, который реализован будет на self-host. Это как раз в нашем случае это наш private cloud. Так что Azure DevOps сейчас можно применять как для Azure, которая не всем сейчас доступна, так же для вашего частного облака, которое у вас есть на земле. Пожалуйста, применяйте. Для своих задачек вполне себе такой вариант. По работе. Ну, конечно, зарплаты существуют разные. Разные уровни специалистов. И стать инженером DevOps сразу не получится. То есть вы будете к этому пути идти в конкретной компании. То есть если вы, например, были системным администратором, решили стать инженером DevOps, то есть вы должны будете прийти и для себя понять, во-первых, какими технологиями ваше отдело разработки в вашей компании, либо же в другой компании, в которой вы собираетесь перейти, обладают. Здесь, скажу, такая есть рекомендация по поиску работы. Не ищите зарплату. Ищите компанию, которая вам нужна. То есть в которой вы хотите работать, в которой хотите развиваться. А дальше берете свое резюме, формируете его. Здесь тоже в специалисте есть курсы правильного написания резюме. Это довольно такой важный момент. Потому что на моей практике мне очень часто приходилось пробиваться через HR. То есть HR это такой отдел, через который пробиться нужно еще постараться. Вы можете быть семь пядей во лбу, все классно, великолепным специалистом, но вам HR скажет, что вы не подходите, потому что вы не смогли пройти HR. А руководителю, который искал специалиста, может оказаться, что вы тот самый человек, который ему был нужен. Но он ваше резюме никогда не увидит, потому что HR нужно пройти. Поэтому приходите, здесь тоже курсы есть по этому всему делу. И, соответственно, рекомендация, ищите компанию, которая вам нравится и просто шлите туда свое резюме. Во многих компаниях есть серый список сотрудников, который не публикуется нигде, вообще никогда. И он набирается либо из внутренних сотрудников, либо из тех резюме, что им прислали. Это такой лайфхак по поиску работы. Он работает где-то в 60% случаев. В любом случае, ваше резюме будет загружено в базу данных этой организации и, возможно, вам предложат работу не сегодня, не завтра, а, например, через полгода. И вы спокойно куда уйдете, если захотите там развиваться. Просто нужно искать, если мы говорим про инженера DevOps, компании, которые эти технологии уже используют. А это, естественно, все компании разработки. Сейчас, безусловно, спрос на инженера DevOps будет расти. И у нас есть как? У нас есть Junior, Middle и Senior. За рубежом есть еще до Junior, я не помню, как он называется. Человек, который знает, например, в нашем случае, что такой системный администратор. То есть он умеет управлять серверами там на основе Linux, на основе Windows, но не понимает, а что от него хотят разработчики. И вот такой специалист приходит, в нашем случае называется Jun, то есть молодой специалист, и его начинает потихонечку натаскивать. Он начинает ходить вот как раз по вот этому всему, смотреть, что компания использует и как, и адаптироваться. Но нужно понимать, то, что вы изучили в одной компании, при переходе в другую компанию может не стоить ничего, потому что другая компания применяет другие технологии. Здесь у вас просто останется background, потому что процессная часть-то будет та же самая, изменятся инструменты, которые процессной частью обеспечиваются. Например, если мы говорим там continuous feedback, сидели на ServiceNow, переехали на Zendesk. Zendesk переехали на Azure DevOps. Дальше там всякие проверки, управление командой, сидели на Trello, стал Microsoft Teams. Microsoft Teams переехали на что-то еще. Репозиторий может быть GitLab, Git, GitHub и другие варианты. То есть разные компании исторически так привыкли работать. То есть у них был какой-то набор специалистов, которые захотели использовать одну, вторую, третью технологию для себя. Она им показалась оптимальная. Они, возможно, нигде не учились. Вы к ним пришли, набрались этих технологий. Дальше вы можете искать технологии подобные, то есть компании с подобными технологиями, либо же искать новую компанию, чтобы узнать, что новое. Потому что вы нашли компанию, которая вам нравится по психологии коллектива, по перспективам, по пониманиям, по процессной части. То есть смотрите всегда под вас. Не пытайтесь найти денежные. Как правило, долго вы такой компании не сможете задержаться, либо вы там быстро выгорите. По работе специалиста здесь рекомендация менять работу. Ну, такой общепризнанный стандарт. Два-три года. То есть вы в одной компании сидите два-три года. Обычно за это время вы выясняете все внутренние процессы, масштабируете их, автоматизируете, развиваетесь до максимума. То есть два года мы изучаем и понимаем год на развитие дополнительное. Дальше смотрите на свое усмотрение. Это движение либо по вертикали, либо по горизонтали. Если движения нет, рекомендация общая, которой я также следовал, это меняешь компанию. Это поднятие заработной платы, это поднятие своих знаний, это просто другой. Либо уходите в интегратора. То есть сейчас интеграторы довольно сильно тоже развиваются. Они разрабатывают разные программные обеспечения для разных компаний. И в интеграторе у вас будет опыт, конечно, расти по экспоненте. Гораздо быстрее, чем вы будете менять просто в компаниях. Чтобы, например, еще раз. В интеграторе софтлайне более 80 проектов по факту поменял 80 мест работы. То есть мне каждый раз, в каждом проекте нужно было изучить работу IT-отдела, понять их более текущие потребности и предложить им такое решение, которое их удовлетворит на данном этапе развития. Был один проект, который длился полтора года. И там мы за полтора года изменили идеологию очень сильно. То есть там было ТЗ. ТЗ было на 500 страниц. И через полтора года было переписано от этого ТЗ 80%. То есть только 20% осталось от оригинала, от того, что они хотели. И проект был закрыт просто потому, что мы сказали, коллеги, у вас деньги кончились. Давайте закрывать уже проект в том виде, в котором есть. Мы хотим тоже денег получить. И, как говорится, если что-то хотите дальше менять, мы готовы дальше с вами сотрудничать, но уже в рамках другого проекта. Вот и вся история. То есть изменение идеологии меняется при помощи внедрения разнообразных инструментов. Еще раз, какие-то инструменты пользуются спросом, какие-то не пользуются, какие-то пришли, какие-то ушли. Это будет постоянно. И здесь специалист DevOps – это довольно гибкая профессия и четкого ее описания у вас не будет. Но, по крайней мере, придя на курс, мы разберем все эти инструменты, которые заложены в Azure DevOps. Многие компании им пользовались. Ну и сейчас, думаю, тоже пользуются. Слезть с этого продукта не так-то просто. Найти альтернативу – непростой вариант. Потому что, говорю, даже взять сервис-деск, найти альтернативу, сервис-деск, который вы, например, используете – это процесс не двух минут. Это процесс полугода, года, двух лет и более. В некоторых случаях переезд занимает пятилетие в зависимости от того, какие процессы были внедрены. Так что выбирайте здесь сами. Соответственно, немножко про курсы, которые есть у специалиста. У специалиста есть несколько методологий обучения. Это очное обучение, когда вы приходите. Это открытое обучение, когда вы смотрите видеозаписи в удобном вам формате. И есть свободное обучение, когда вы обучаетесь вообще в любом формате, как вам хочется. То есть, в этом плане, если мы говорим очное обучение, и у вас, например, есть курс, он 4 дня, то есть 32 часа он длится. На сайте специалиста программка еще не обновилась. В ближайшее время будет обновлена, там сейчас 40 часов написано, он 5-дневный. Сейчас он 4-дневный. Microsoft буквально месяц назад изменил этот курс, обновил его, сделал его более качественный. На самом деле, мне теперь современный курс намного больше нравится, чем предыдущий. он стал более емкий, четкий, понятный, неразмытый технологии. На этом дам лабораторный и старого S&G DevOps, и из нового S&G DevOps даю лабораторию, чтобы люди посмотрели разные в этом плане моменты. Соответственно, стоимость его, это, видим, как раз 60 тысяч, и стартует как раз группа открытого обучения, это 8 августа. Она стартует через неделю. Это будет как раз просмотр записей, но там пока записи по старому 5-дневному курсу. Новый курс, перезапись будет в ближайший месяц, и там как раз появится уже 4-дневный. Свободное обучение, открытое обучение, это вы также учитесь 5 дней. Я с вами там присутствую, например, с 10 утра до 5 по Москве, и, соответственно, помогаю вам решать теорийные вопросы, либо помогаю в прохождении лабораторных, либо какие-то там консультации даю. Свободное обучение, вы вообще учитесь полгода как хотите, и, соответственно, у вас есть тренер, который отвечает на ваши вопросы по мере их у вас возникновения. Захотели один модуль в день проходить? Да проходите. Захотели один модуль в неделю проходить? Пожалуйста, проходите. То есть у вас есть время, вы этому обучаетесь. В целом, способы обучения у специалистов мне нравятся, то есть подходы хорошие. Нареканий на даже самое открытое обучение от слушателей я не встречал. За то время, пока я с специалистом работаю, работы я уже достаточно много с ними, уже более двух лет сотрудничаем, многих устраивает именно формат открытого обучения, либо формат сейчас свободного обучения, который появился относительно недавно, тем самым упрощая, потому что все-таки работа, она никуда не делась, и не так уж, скажем так, честно, девопс-инженеров, либо разработчиков готовы отпустить на неделю на обучение. Это довольно тяжелый момент. Ну и у специалистов есть еще дополнительный вариант обучения, это вечернее обучение, когда люди учатся после рабочего дня. Это довольно тяжело, на моей практике такие курсы я вел. Людям, конечно же, не очень хватает сил на прохождение этого обучения, но, в принципе, тоже как вариант, как это раньше было вечернее обучение и до сих пор есть в институтах. Так, ну, такой небольшой мастер-класс я провел, немножко даже переусердствовали немножко по времени, но я смотрю, в принципе, никогда не отключился. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Там я видел один такой вопрос, это кто такой продакт-менеджер? По факту, продакт-менеджер – это такой человек, который управляет, он находится, да, как раз продакт-менеджер. Это специалист, который находится между продакт-овнером и проджект-менеджером. То есть его задачка немножко отличается от владельца продуктов. Но это профессия набирает час-обороты. Денис Алексеевич, недавно, да, да, слушаю. Еще такой небольшой вопрос. Просто часто тоже задают на днях открытых дверей. Немножко про итоговое тестирование. Расскажите, как оно проходит, когда вот по дипломке. Итоговое тестирование по АЗ-400. Ну, по АЗ-400 здесь есть экзамен у Майкрософта, но сейчас, к сожалению, экзамен сдать в России нельзя. Вот нет. Вы можете сдать экзамен, но только вам нужно уехать либо в Турцию, отдохнуть и экзамен сдать либо в Азербайджан, либо в Казахстан. Вот у меня как раз будет скоро поездка в Казахстан. Я там, кроме того, что курс проведу, буду еще экзамены сдавать. Потому что я, как специалист MCT-шник, обязан сдавать экзамены периодически. И, соответственно, сейчас я в России их сдавать не могу. У меня экзаменов накопилась уже пачечка. Да, Борис, немножко я, конечно, для продакт-менеджера не ответил, немножко перебили. Это человек, который отвечает за то, чтобы продукт по факту вышел в продакшн. То есть вышел не только что в продакшн, но, например, на рынок продаж. Многие компании, конечно, делают продукты внутренние. И как раз его задача, чтобы этим внутренним продуктом начали пользоваться в компании. То есть если мы вернемся к ITIL, он взаимодействует между продуктовнером, то есть который отвечает за то, что продукт в принципе был создан, и взаимодействует с бизнес-пользователями, которые как раз и дальше этот продукт будут потреблять. И его задача, чтобы этим продуктом начали пользоваться. Потому что очень часто бывает такой момент, что продукт мы внедрили, все классно, все замечательно, а через месяц мы про продукт забыли. Либо он не работает в том варианте, который предполагалось. Потому что в этом случае мы не провели обучение специалистов, не провели обратную связь с этими специалистами, специалистами, не собрали какие-то тесты, то есть не сделали какой-то блок, которого не хватило для того, чтобы использовать. Это как раз вернемся немножко выше, ITIL 4. Вот в нем это все заложили. То есть компания Аксофт, если не ошибаюсь, она взяла ITIL 3, совместила с Agile, и сказала, что это ITIL 4. И сюда внедрила и 4P технологию, и работу видим как раз с окружением, с технологиями, социальный фактор, экономический фактор. Все сюда вкатало, в 4-й ITIL. И честно говорю, те, кто админы ко мне приходят на ITIL 4, они говорят, да, все классно, но голова взрывается. Да, я веду 3-й, 4-й ITIL. Ну и, соответственно, там детальные более, то есть я веду и фондейшн веду, и веду уже там детальные работы с SLA построения, с SLO повторения, то есть все вещи тоже, конечно. Но если бы я это не внедрял, мне было бы это как бы без этих технологий было бы внедрение ITIL бесполезно и сервис-десков. Поэтому мне пришлось это все изучить довольно подробно, плюс это пришлось изучить с точки зрения не просто теории, открыл книжку, прочитал, а с точки зрения продуктового внедрения. Сколько мы на проектах спорили с аналитиками, это был просто ужас и кошмар. Когда аналитик напишет то, что нужно внедрять, и ты приходишь к аналитику и говоришь, так работать не будет, даже если ты сильно-сильно захочешь, даже если этот регламент напишешь, никто им так пользоваться не будет. Он не работает в России от слова вообще. Мы с вами не англичане. Один из таких моментов тоже важных, что наш мозг, он русский, их работает немножко по-другому. И это связано не с тем, что мы русские, а связано с нашим языком. Англичане хорошие экономисты, потому что у них язык один, два, три. Ты говоришь, яблоко красное, то есть red apple, то есть красное яблоко. Ты не можешь сказать apple red, так запрещено говорить у них в языке. А для нас может быть яблоко красное, красное яблоко, красненькое яблоко и тому подобное. И у нас язык гибкий в этом разрезе. И это уже как бы всеми учеными доказано, что язык определяет мышление. И в некоторых случаях говорят, что если ты знаешь там два, три, четыре языка, то по факту у тебя живет две, три, четыре личности, между которыми ты переключаешься. Тоже один из таких моментов, которые нужно учитывать. Так что да, Борис, я веду в этом плане направление, что если нужно. Не совсем понял. А, специалисты? Нет, специалисты я не веду. Специалисты мы пока не договорились в этом разрезе. То есть я веду в других, я не только со специалистом сотрудничаю, я в многих каких учебных центрах работаю. В других преподаю. Со специалистами мы пока в этом плане только обсуждаем эти направления. Так что здесь это все обсуждаемо. Есть свои собственные курсы, которые я сам разрабатывал с точки зрения подхода к управлению IT-отделом. Который как бы разумный, который возможный в текущей реальности, с переходами, там много интересных практик с точки зрения внедрения. Соответственно, здесь есть еще какие-нибудь вопросы? У нас тут все-таки 22 человека. Если есть вопросы, спрашивайте, или вы пишите в чат. Да, пожалуйста. Соответственно, если какие-то есть желания по курсам, обращайтесь. То есть мои контакты тоже можете найти. Я всегда смогу вас проконсультировать по направлениям, которые у вас есть. Обладаю знаниями по всем курсам, которые есть в специалисте. И там Microsoft и все остальное. Пожалуйста, обращайтесь. Могу сказать, куда двигаться, как двигаться, что можно поизучать. То есть в этом плане тоже людям помогаю. Ну, у меня же второе образование – это психолог и коуч. Так что немножко двигаемся в чуть более широком варианте. Приходится развиваться. Ну и как бы самому интересно все это дело. Коуч уже практикующий. Так что если кому интересно, пожалуйста, тоже обращайтесь. Так, еще вопросы? Если у вас… Да, можно по этим. И, соответственно, вы можете на специалиста подключиться. Там в специалисте найти меня как преподавателя. И там есть контакты. То есть там есть почта моя специалистовская. Я на нее получаю. Единственное, смотрите, коллеги сразу отвечаю. Я не молниеносно, потому что куча проектов, куча курсов. И, соответственно, я отвечаю, как правило, по вечерам. Задержка от одного до двух дней по почте. Так что спокойненько на специалисте можете зайти. И там я как преподаватель нахожусь. Да, можно по телефону. Оксана правильно говорит. Там потом со мной свяжутся. И мы уже договоримся о контактах. Это не вопрос абсолютно. Так, Оксана, вам слово. Да, да, спасибо большое, Денис Алексеевич. Очень много полезного мы узнали сегодня с вами. С удовольствием вас послушали. Ну и я немного расскажу сегодня про нашу программу трудоустройства. Так, вам, Оксана, передать презентера? Да, передайте, пожалуйста. Спасибо вам, презентера, пожалуйста. Спасибо, вам благодарю. Пожалуйста. Ну, у нас на самом деле есть целая программа по трудоустройству выпускников. Соответственно, эту службу возглавляю я. Ну и как мы помогаем? Естественно, это индивидуальные консультации, да, в первую очередь. То есть, если вам вот прям нужно сделать новое резюме, как-то пройти собеседование с работодателем, либо не знаете, как подступиться к новой там профессии, по карьере попросить продвижения, пожалуйста, вы ко мне можете всегда записаться на индивидуальную консультацию. У нас есть страничка отдельная, трудоустройство на нашем сайте специалист.ру или по почте job.специалист.ру. Можете прям напрямую мне написать. Зовут меня Ребенка Оксана. И как Денис Алексеевич уже ранее сказал, у нас есть небольшой курс по трудоустройству, который ведет моя коллега, наш преподаватель, Светлышева Ольга Юрьевна. Он проходит в онлайн-формате раз в месяц. В августе он будет 15-го числа. И там вот за 8 академических часов вы как раз можете обсудить все вопросы, связанные с трудоустройством. То есть как собеседование пройти, как сопроводительное письмо написать, какие софт-скилсы нужны любому специалисту, как оценить себя как профессионала и так далее. Пожалуйста, записывайтесь. Как раз уже осталось недолго до него. И у нас есть на сайте, обратите внимание, на странице трудоустройства вакансии от наших партнеров, работодателей. То есть, как я и говорила ранее, работодатели учатся здесь сами, учат своих работников, и в то же время приходят за новыми людьми к нам, потому что знают, что обучаются у нас люди достаточно основательно, обладают определенными знаниями, про которые они уже слышали и знают, соответственно. И вакансии у нас размещены на страничке трудоустройства, там вакансии и стажировки. Пожалуйста, пользуйтесь, если вы являетесь нашим выпускником. В чем преимущество вакансий, размещенных у нас на странице? То, что работодатели дают свои прямые контакты. То есть, вам не нужно через HeadHunter, через SuperJob выискивать подходящие вакансии, откликаться на них и так далее. Здесь есть прямой контакт работодателя, почта, телефон. Вы звоните. Единственное, что обратите внимание, там есть отметка. Нужно обязательно сказать, что вы являетесь выпускником учебного центра, специалист, и о вакансии узнали у нас на сайте. Этого будет достаточно для того, чтобы у вас разговор с потенциальным работодателем состоялся. У нас проходят дни карьеры в онлайн-формате. По сути, это встреча с работодателем только в онлайне. То есть, работодатель приходит со своими вакансиями, рассказывает про компанию, кого они ждут, отвечает на ваши вопросы, получает от вас резюме, и вы, соответственно, уже можете напрямую с ним общаться, трудоустраиваться в ту или иную организацию. Ну и немножко дополню Дениса Алексеевича с вашего разрешения. Немножко расскажу про soft skills. То есть, когда я общаюсь с работодателями, часто задаю вопрос, как вы относитесь к нашим выпускникам, которые пришли в специальность с нуля. То есть, пробуют силы в другом направлении, не в том, в котором они уже работали. И, конечно же, работодатели часто, очень часто обращают внимание не только на профессиональные навыки, но и на то, какого человека ждут они у себя в команде. То есть, какими личными качествами он должен обладать, помимо профессиональных. Или как это сейчас называется, soft skills. Это, конечно же, умение взаимодействовать в команде. Умение прогнозировать. Способность самостоятельно работать, самостоятельно принимать решения по каким-то задачам. Конечно же, умение вникнуть в суть задачи, оценить, сколько потребуется времени на ее выполнение. Или тайм-менеджмент. Инициативность, усидчивость и, конечно же, нацеленность на профессиональное развитие. Не забывайте, что любая сфера, для того, чтобы оставаться на плаву, мы не можем с вами плыть по течению. Нужно обязательно развиваться, заниматься самообразованием, повышать квалификацию и так далее. Ну, такая небольшая схема. Кто же такой идеальный кандидат? Когда мы проводим дни карьеры, часто задают этот вопрос работодателям. И всегда, абсолютно всегда, они помимо профессиональных навыков обращают еще внимание и на личностные навыки, на soft skills. То есть, насколько проактивен человек, насколько он любознателен в своей профессии, как он развивается, как он помогает развиваться другим. Ну, и мы, конечно же, как организация, которая в первую очередь дает знания нашим выпускникам, обязательно всегда говорим о том, что развитие карьеры предполагает непрерывное образование, то есть непрерывное повышение своей квалификации. Наверное, знаете, да, что у нас есть S-клуб. Соответственно, вы можете оформить на нашем сайте подписку за 166 рублей. И это ежемесячная подписка. Там вы можете просматривать полезные для вас семинары. То есть не обязательно сразу идти учиться на какой-то курс, если вы еще не определились. Но посмотреть семинары по тому или иному направлению, увидеть преподавателя, посмотреть, как он рассказывает, о чем будет курс и так далее. Вы всегда можете. Ну и кто же такой человек, которого ждут сейчас работодатели? Это человек любознательный, с открытым умом. Человек, который уверен в завтрашнем дне, потому что ему хватает знаний для того, чтобы идти дальше. Соискатель, у которого развиты способности различного направления. Сейчас очень модит такая универсальность. Человек, у которого есть профессиональный потенциал, обладает высоким интеллектом, хорошо адаптируется к переменам с учетом наших реалий. И, конечно же, может новых найти коллег, новых партнеров и обогатить своими знаниями коллектив. И немножко расскажу по поводу наших специальных программ, которые мы предлагаем нашим выпускникам. Те слушатели сегодняшнего мероприятия, которые у нас уже отучились, не забывайте, пожалуйста, что у вас есть достаточно хорошие скидки по карте настоящий специалист. Если вы прошли от трех курсов у нас, у вас уже есть возможность получать скидки и бонусы, соответственно. Что мне кажется немаловажным, если вы не планируете сейчас обучение в ближайшее время, у вас есть возможность по этой карте получить, дать скидку вашим друзьям, близким, знакомым, чтобы они здесь поучились и несовершеннолетним детям. Называется наша программа лояльности «Настоящий специалист». Всю информацию на сайте у нас вы можете найти. И, соответственно, если говорить про сегодняшнюю дипломную программу, после окончания любого диплома, то есть профессиональной переподготовки, освоения новой специальности, у вас будет возможность освоить в течение следующих шести месяцев любую программу со скидкой 30%, если вы будете учиться в онлайн-формате. Что немаловажно про документы, документы, которые выдает наш учебный центр. Это свидетельство учебного центра «Специалист». Оно выдается по окончании любого курса. Если вы состоялись уже как профессионал в каком-то направлении и регулярно повышаете свою квалификацию, то вам выдается удостоверение учебного центра «Специалист». Если вы пришли учиться на новую специальность, как вот сегодня мы обсуждаем, профессию DevOps-инженера, то вам выдается диплом о профессиональной переподготовке. Сейчас нашим дипломникам мы возобновили, кстати, такое торжественное вручение дипломов. Вручаются в шапочках, в мантиях, в оффлайн-формате. Вот, соответственно, торжественно поздравляем всех наших выпускников. Про ближайшую дату курса Денис Алексеевич уже сориентировал, но если вы ориентируетесь на дипломную программу, то начинается она у нас на 16 августа, если я не ошибаюсь. Ну, еще раз не забудьте, пожалуйста, для участников, кто планирует все-таки обучение по дипломной программе на DevOps-инженера, что у нас есть промокод, и у нас будет действовать три дня скидка на онлайн-обучение как раз по этой дипломной программе по промокоду DEVO2022. Я в чат, прошу прощения, выслала на всякий случай. С 3 по 6 августа. Ну, и, пожалуйста, да, если у вас остались ко мне вопросы, я с удовольствием отвечу на них в чате. Здесь я оставляю на последнем слайде свои контакты. JobSobachkaSpecialist.ru Если у вас ко мне появятся или есть сейчас вопросы, пожалуйста, можете писать либо сейчас со мной пообщаться. И, соответственно, общий телефон, по которому вы можете задать любые вопросы. Ну, и, как всегда в завершении, я благодарю всех за участие, за внимание. И мы ждем вас у нас на курсах с удовольствием. Будем рады вас видеть. Благодарю. Всем хорошего вечера. Всем до свидания. Возможно, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok